Трагическая смерть в Наринмаре утонул молодой человек. Почему в регионе запрещают купаться? Съемочная группа отправилась в рейд с инспекторами ГИМС. Одни понимают, другие посылают. Покажем видео без комментариев. Наринмар, ты ли это? В заполярную столицу пришла жара. Как северяне спасаются от плюс 30? И сколько еще будет радовать теплая погода? Точный прогноз от синоптиков. На одно место 10 человек. Избирательная комиссия завершила прием документов от кандидатов на должность главы поселка Искателей. Кто в списке? Очередь продвигается. Гражданам, состоящим на учете на улучшение жилищных условий, необходимо пройти перерегистрацию. Куда обращаться? Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Здравствуйте! С главными событиями этого дня в студии Олега Танзейский новости начинаются. Река есть, купаться нельзя. А хочется. Парадоксальная ситуация сложилась в Ненинском округе. За окном разгар лета, освежиться негде. Все водоемы, включая озера, закрыты для отдыхающих. Зашел в воду, заплати штраф. Сумма, конечно, небольшая, но и 500 рублей тоже деньги. Напомню, постановление о запрете купания в столице региона выпустила городская администрация. Прихоть не местных чиновников. Того требует федеральное законодательство. Там четко прописано, принимать водные процедуры можно только в специально оборудованных местах. А это спасательная вышка, медпункт и так далее. Понятно, что в Наринмаре сложно организовать официальный пляж. Причин много. Но, пожалуй, главное, вода не соответствует нужному качеству. Да и лето у нас, как правило, короткое. И вот, несмотря на запреты, горожане массово нарушают закон. Понять можно. Но почему, если есть река, я не могу в ней искупаться? Удивительно, но крайними у всей этой истории остаются сотрудники ГИМС, которые проводят рейды на местных водоемах. Штрафовать о ней не вправе, максимум предупреждают. Но большинство людей на замечания никак не реагируют. Особенно те, кто под градусом. А жаль, ведь инспекторы выполняют свою работу. По статистике, каждый рейд – это как минимум одна спасенная жизнь. Подобные рейды сотрудники ГИМС проводят регулярно. Задача одна – предупредить отдыхающих о том, что в местных водоемах категорически запрещено купаться. При этом оштрафовать нарушителей закона инспекторы не вправе. Вот и получается, что большинство отдыхающих просто-напросто не реагируют на замечания сотрудников ГИМС. Граждане родители, смотрите за детьми. Купание запрещено. Купание запрещено. Купание запрещено. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, совсем молодой Граждане купающиеся Запрещено на водоем на Гненецкого округа купаться Вам лучше в ванной купаться Да, в субботу уже один человек докупался здесь и утонул Вам что, жить уже не хочется совсем? Вода все равно холодная Но запрещено купаться Выходите из воды, выходите Ну, плывите сюда тогда Раз уж вы такие Женщина Подходите сюда Субтитры сделал DimaTorzok Что, не ваши? Нет А вам что, все равно? Ну-ка, давайте-ка быстренько оттуда Ну что, непонятно, купание запрещено? Вы не будьте безучастными Это же сильные дети, но все равно А если они утонут На вашей совести будет Вы и так, видимо, едут Так что значит отдыхаете? Вы же взрослые Ну, ухажитесь детям Вы нельзя купаться А им не беснут Хоть говори, не говори Хоть Уже говорили Вода холодная На лесу дорого сидет И все И не достать Раз глотнул воды И все Вы уже не спасти будете Хулиганы Чтобы в воду больше не лезли Не волнуйтесь Мы за ним управляем Не надо Не пускайте просто в воду Нельзя купаться здесь Запущено Где-то можно купаться Нельзя купаться Ванной купаться Крым ехать Нам дорого А у нас в Заполярье Вода холодная Нельзя купаться Чего третий день Тепло стоит А вы сами-то не купаетесь Трусите Боитесь Мы не трусим Нам нельзя нарушать Да Нельзя Попаде, запрещено у нас Запрещено Вы же еще Скорее всего В нетрезвом состоянии Не надо в воду лезть Утонете Ну я не в нетрезвом состоянии Утонете ведь, а? Да скорее Эта камера сейчас утонет Весь к человеку Вылезите, пожалуйста Не угрожайте Хорошо Мы ничего вам плохого Не сделали А снимать тоже Общественное место Вот вы нарушаете Вы нарушаете Купаетесь Вам завтра скажут Лицом Тыкаться Тыкаться будете что-ли Выйдите, пожалуйста, на берег Сейчас выйду Вы уезжайте отсюда Я выйду Просто уйди Я выйду сам Сначала уже Этого сезона Мы провели Порядка 74 рейсов Рейдов Купающийся, как правило Очень негативно Относится К тому, что им Ну, вы видели сами Что им указывают Что купаться нельзя Жалуются на то Что нет Законных мест Для купания Пляжей Где людям можно отдохнуть Вот Ну Решение местных Органов власти Купания запрещено Поскольку водоемы Не оборудованы Вода все-таки холодная У нас заполярье Вот И не настолько Много теплых дней Для того, чтобы она Прогрелась настолько Чтобы можно было купаться Внизу она все равно Холодная Возможны судороги Вот у нас уже За этот сезон Один утонул Купающийся именно Как часто встречаете Людей в состоянии Алкогольного опьянения На упаде? Ну Оно же видно Когда компания сидит На берегу Вот Спиртное стоит Это явно уже Она пришла отдохнуть Употребили спиртное И как правило Сразу лезут в воду Вот Для того, чтобы Охладиться Становятся все героями Думаю, что Им море по колено Вот И Зачастую Лезут в воду Ну и как правило Итог он печален К сожалению Вашим ведомствам Запрещено Штрафовать Нарушителей Приходится Пробегать к тому Что вызывать С собой комиссию Да Мы работаем По федеральному Законодательству Купающийся Отнесены Запрет на купание Отнесен К местным Законам Поэтому Как бы мы Не имеем права Оштрафовать Вот Но предупредительную Работу профилактическую Мы проводим Предупреждаем людей О том, что купаться Запрещено В случае экстремальных ситуаций Я готова И к спасению Людей Поскольку мы Все-таки МЧС Поэтому Функции спасения Нам присущи Осторожно Лето Наринмарцы Спасаются от жары Кто как может Аномально теплая погода В столице региона Уже несколько дней И даже непонятно То ли радоваться Прогнозам синоптиков То ли нет Вроде бы каждый год Ждем Не дождемся Когда же Наконец В Наринмар Придет жара И когда она приходит Начинаем искать Место Где от нее Можно спрятаться Ведь зной На севере Как правило Переносится Особенно тяжело Репортаж Владимира Рожина Мороженое Из холодильников Наринмарских магазинов Разлетается В считанные часы Еще бы В такую жару Это один из самых Вкусных способов Хоть как-то охладиться Буквально вчера Оставалось немножко Но сегодня Снова у нас Поступление было И все Всего вроде достаточно Люди берут Ну естественно Больше стали покупать Напитков Охлажденных Желательно Из холодильника Мороженое Пользуются спросом Фрукты Впрочем Самым простым И доступным вариантом Спастись от пекла Наринмарцы По-прежнему считают Купание У водоемов Близи окружной столицы Отдыхающих Кажется не меньше Чем на пляжах Заграничных курортов В числе Желающих охладиться И получить порцию Северного загара И Георгий Сылка Вчера ветерок Сегодня ветерок Видите А еще не был Нигде В сентябре Такой отпуск Так что Тут хорошо Вода теплая Довольно таки Видимо Озеро не глубокое Ну вот Вода подлетает Как-то так Ненавязчиво Уставшим От аномальной жары Горожанам Даже комары А вода не помеха Одно из самых Маголюдных мест Для отдыха Голубые озера Сюда идут Целыми семьями С детьми Друзьями И даже коллегами Вода тут почище Да и место самого Боя-то более Как и приятно У нас тут постоянно Как на пляж Выйдешь Бутылки Там осколки Здесь более-менее Почистая Да и помельче Как говорится Садетим бегать Так что Вот ради этого И ездим Озеро Озеро отлично Вода теплая Выбрали для купания Потому что здесь Более-менее чистая вода Можно даже сказать Не более-менее А очень чистая И очень теплая Реально аномальная Удивила очень В этом году По запрошлым Так это вообще Жарень Очень даже красивая Хотя я вообще-то Родом отсюда Но даже это Озеро Впервые Кстати Здесь Очень красиво Даже на море Похоже немножко На Азовское Также в народе Пытует мнение Что в Голубых озерах Водятся пиявки Но вот например Ирина Архипова Считает Что это не так плохо Как кажется Вообще-то Если есть Такая терапия В принципе Это неплохо Если оно Так же влияет Как такие пиявки Которые лечебные Ну честно говоря Я не слышала Про пиявки В том озере Мы купались Не почувствовали На здоровье северян Такое жаркое лето Не всегда влияет положительно Можно легко Получить тепловой удар Простым языком Перегреться В группе риска Дети и пожилые люди А так же Литься с сердечно-сосудистыми Заболеваниями Какие же меры Профилактики Должны быть И что нужно делать Вот в период Такой жаркой погоды Ну Прежде всего Конечно Нужно Соблюдать режим Пребывания На свежем воздухе Стараться Избегать Вот тех часов Когда солнце Наиболее агрессивно Это приблизительно С 11 до 4 часов Обязательно Одевать светлую одежду И головной убор И особенно Что касается детей Такая жаркая погода По прогнозам Метеорологов Сохранится на территории Региона Еще несколько дней По округу местами Мы ожидаем дожди Ветер в основном У нас будет преобладать Юго-западного Южного направления Ветер будет умеренный И температура воздуха Пока по-прежнему Продолжает радовать Жителей Ненецкого округа Ночью 12-17 Днем 24-29 Что касается Предстоящих выходных То синоптики утверждают Что к субботе Температура начнет падать Но ниже 20 градусов Столбики термометров Не опустятся Так что в ближайшее время Жителям региона Остается наслаждаться Северным летом Владимир Рожин Александр Дуркин Телеканал Север Избирательная комиссия Поселка Искатели Закончила прием документов От кандидатов На пост главы Муниципального образования Как пишет информагентство НАУ-24 В предстоящих выборах Намерены участвовать 10 человек Итак Единая Россия Выдвинула Председателя Искательского совета Депутатов Григория Казаченко ЛДПР Руководителя Группы управления Хозяйственной деятельностью Ненецкой окруженной больницы Николая Запалова Справедливая Россия Временно неработающего Василия Витязева Родина Прораба Андрей Мардурим Строя Тимофея Сулуянова Партия дела Начальника управления Режима И защиты ресурсов Общества Новое Содружество Александра Акимова Политическая партия Социальной защиты Пенсионера Сергея Петрова В порядке самого движения На выборы Намерены идти Директор Ненецкой Коммунальной компании Юрий Жданов Заместитель главы Администрации Поселка Искателей Владимир Литвин Инженер Производственного отдела Виста-сервис Елена Тсявко И мастер Аварийной диспетчерской службы Ненецкой коммунальной компании Артем Вальковский В избиркоме Подчеркнули Что ни один из 10 кандидатов Пока не зарегистрирован Напомню 9 сентября В муниципалитете Пройдут и выборы Нового состава совета Выдвижение Кандидатов в депутаты Также закончилось На 11 мандатов Претендует 42 человека Из них 11 Сторонники Единой России 6 ЛДПР 5 КПРФ 1 представитель Справедливой России Остальные 19 человек Самовыдвиженцы При этом В многомандатном округе Номер 1 Где разыгрывается Сразу 6 депутатских мест Выдвинулось 26 человек Теперь важная новость Для так называемых Очередников Горожанам Состоящим на учете По предоставлению Социального жилья С 1981 по 2015 годы Необходимо пройти Перерегистрацию Об этом пишет Пресс-служба мэрии Такая обязанность Возлагается Федеральным законом 591 Подать документы Необходимо в жилищный отдел По адресу Улица Смедовича Дом 11 Кабинет номер 2 Заявление в электронном виде Можно заранее скачать На сайте администрации Наринмара А вот горожанам Прошедшим перерегистрацию В 2014-2017 годах Подавать документы Заново не нужно Добавлю На 1 января В столице региона В очереди На улучшение Жилищных условий Стоят более Тысячи человек Ознакомиться С полным списком Граждан Нуждающихся В помещениях Предоставляемых По договорам Социального найма Можно на первом этаже Администрации Или же на сайте Муниципалитета Другим новостям В Наринмар Доставили оборудование И расходные материалы Для кочевых детских садов Которые появятся В Канинской тундре На закупку Потрачено более 1 миллиона рублей Деньги как бюджетные Так и спонсорские Таким образом За счет государственной программы Констовара Кроме того Часть суммы Направят на оплату труда Организацию питания педагогов Аренду оленей Грузовой пряжки И прочее А вот на деньги Нидропользователей Приобретены ноутбуки Для преподавателей 20 наборов конструктора Чемодан для перевозки техники И 20 планшетов Как сообщили В Ненинском региональном центре Развития образования Сейчас специалисты Занимаются установкой На гаджеты Обучающих игр И приложений Работа кочевого детского сада Будет организована В двух оленеводческих бригадах СПК Ненинская община Канин И одной бригаде Восход Воспитанниками в этом году Станут порядка 20 ребят Добавлю В течение всего августа В детских садах Предстоит работать Упасникам социально-гуманитарного колледжа Имени Ваучейского Таким образом Благодаря проекту Юным жителям Тундры Не придется покидать своих родителей В продолжении темы В Ненинском округе Формируется передвижная бригада врачей Для обследования кочевников Общины Канин В Тундру медицинский десант Отправится в начале августа На праздничном рейсе Ко Дню Оленя Полевой лагерь будет развернут С 1 по 2 августа В состав бригады войдут Педиатр, терапевт, специалист УЗИ-диагностики, стоматолог А также флюорографический отряд Рентгенолог и технический специалист Во время медосмотра У кочевников будут брать На анализ кров Снимать электрокардиограмму Между тем Впервые проведут онкомониторинг И обследование на ВИЧ-инфекцию Добавлю В прошлом году Специальный медосмотр На День Оленя прошли Кочевники Общины Канин Еще годом ранее СПК ЕРФ Как показывает практика Чаще всего жители Тундры Страдают заболеваниями Опорно-двигательного аппарата Органов дыхания Еще имеют проблемы со зрением Праздничный борт Ко Дню Оленя Вместе с врачами Доставят в Тундру Детские лекарства А также лекарства Для хронических больных Состоящих на учете Узкопрофильных специалистов Также оленеводам Доставят походные аптечки Для оказания экстренной медпомощи В завершении выпуска В столице региона Впервые пройдет фестиваль Неофициального творчества И субкультуры Под названием Неформал Он состоится 18 августа На базе Центра арктического туризма К участию приглашаются Музыканты, поэты, художники И другие творческие люди Состоять при этом В различных сообществах Или коллективах Не обязательно По словам организаторов На фестивале Будет работать фотозона И концертная площадка На которой выступит Группа Нордбенд И сольные исполнители А мастер-классы И джем-сейшены Проведут представители Школы танцев Лучшие костюмы Покажут любители коспеля Кроме того В рамках акции Субкультурно-дефиле На площадке Будут работать Модельер и визажист Гвоздем программы Станут мастер-класс По граффити И выступления Норинмарских мотоциклистов Посмотреть на все происходящее Смогут все желающие Напомню Центр арктического туризма Находится на 7-м километре Лаевожской дороги Такова была информационная картина дня Спасибо, что были с нами И далее традиционно Прогноз погоды До встречи в эфире